Итак, с нами на связи уже следующий спикер. Да, кстати, маленький промоушен, я тут увлекся очень важным моментом. Значит, только что говорили о системе работы. Санесла, сейчас отключу, секунд, звук, чтобы не понял. Только что говорили о системе работы, о количестве действий, которые необходимо делать, о количестве приглашений и выступления, которые вы слушали от Элеоноры. А теперь вопрос еще очень, ну, совсем простой. А когда же все это дело успевать? И кто из присутствующих сейчас в чате, в нашем эфире, ловился на мысли, что, ну, вот день очередной проходит, а опять ничего не успели. И больше занимались именно подготовкой, организацией, занимались какими-то делами. Ну, в общем, время куда-то уходит сквозь пальцы. То есть, и мы уже устали сами себя оправдывать от того, что не успевает что-то. Уже может себя тихонечко так ненавидеть из-за того, что очередной раз какая-то такая причина, опять ничего не успел. И открываете свой кошелек, смотрите, пытаетесь ему объяснить, что у меня сегодня не хватило времени, а от этого не прибавляется. Вот таково такое случается. Если есть, напишите, пожалуйста, в чате, что у вас вопрос с организацией. Ну, это задача, задача нерешенная, возможно, еще, и с которой вы как раз работаете. Так вот, наш следующий спикер, я с большим удовольствием вам представлю, это человек, который в своей команде и вообще достаточно в широких кругах среди лидеров Арифлейм заслужил такой вот авторитет или статус, даже не знаю, как сказать, человек, который времени, человек, который организатор, человек, который человек тайм-менеджмент. То есть, если вопрос стоит, как организовать эффективно свой день, то обращаются к нему за консультацией, помощью, советы, рекомендации, приходят на его школы, которые он проводит для своей команды, напрашиваются в гости и так далее и тому подобное. Я с удовольствием хочу вам представить и представляю Станислава Скворцова. Он уже сейчас подключился, с нами в эфире. И сегодня, сейчас он вам расскажет о том, как же эффективно организовать свой день, как эффективно организовать день лидера, время лидера, что самое ценное, самый важный, невосполнимый ресурс, использовать его с максимальной отдачей. Станислав, передаю тебе слово. Спасибо, что подключился. Включаю микрофон. А вы сейчас пока что все поприветствуйте Станислава. Я сам первый раз выступаю на такой серьезной платформе Google Hangouts. Сейчас меня, по идее, должно быть видно и слышно. Я вас, думаю, что очень скоро увижу это в чате. Сначала расскажу свою историю небольшую, как я пришел, как я развивался, какие у меня были трудности и как я с ними справлялся. Потом мы с вами поговорим про ту тему, о которой сейчас только что сказал Александр. Вот вижу восклицательные знаки, вижу плюсики. Пока меня видно, это хорошо. Потом будут слайды. Меня уже не будет видно, но там уже акцент на слайдах. Да, всем привет, всем добрый вечер. Сам я пришел в Reflame, как и предыдущий спикер в 2004 году, будучи курсантом военной академии. На тот момент меня действительно заботил вопрос, как же я буду жить на 6 тысяч рублей, которые тогда платили лейтенантам. И я искал разные возможности, подработки. Первый опыт зарабатывания денег у меня был в 11 лет. Я торговал лампочками на рынке. Помню, однажды это была уже какая-то партия товара. Я перевозил лампочки с магазина рядом с домом на центральный рынок в Чебоксарах. И я поехал в этот раз не в троллейбусе, а в автобусе. И я стоял у передней двери, а там дверь открывается в другую сторону. И вот эта открывающаяся дверь придавила мне два пакета лампочек. И, в общем, мой первый бизнес закрылся в 11 лет. Но хорошо, что я успел заработать себе на приставочку, которую мне не купили родители. И сейчас действительно, обращая внимание, огромное количество родителей дают детям правильное финансовое образование, дают детям возможность стать на ноги самостоятельно. Это очень круто. Я за это очень благодарен родителям, что у меня была возможность самому реализовать свои цели. Потом я 4,5 года служил в армии, участвовал в двух парадах на Красной площади, в парадах Победы подходил 50 караулов. Ну и вот на каком-то моменте меня пригласили в этот бизнес. Я буду всю жизнь благодарен спонсору, что он сделал правильно. Он мне сказал, что это Арифлэйм, потому что у меня был ряд стереотипов. Я был в другой компании по приглашению матери, мне дали каталог. Мама сказала, сынок, распространяй косметику. Представьте, да, курсант военной академии. Кому распространять, как распространять? Тушат, помады не отличают. Вокруг одни пацаны, никто не красится. Продавать еще с рынка не люблю. Когда мои знакомые преподаватели ходили мимо моего прилавка, я так тихо смарщивался под прилавок, потому что мне было стыдно. Тогда это вот 90-е годы, это вот как-то не приветствовало, что предприниматели их называли спекулянтами, барыгами и так далее, торгашами. Ну вот это осталось, и поэтому было тяжело поначалу. И у меня в той компании получилось продать один бальзам после бритья. На это мой бизнес закрылся. Второй раз мне об этом бизнесе рассказал серьезный мужчина, мне очень круто повезло, золотой директор Сергей Безбах. Я харизматично слушал, не соглашался, и семьи человек, которые на встрече были вместе со мной, почти все ушли. Почти все ушли, и я остался. Я не поверил в идею бизнеса, я решил проверить, работает, не работает. В общем, я быстро взялся за дело, купил, помню, в кредит от Reflame 20 каталогов, половину отдал спонсору. Потом я начал их раздавать без спонсора, ходил по подъездам где-то на Петровско-Разумовской, потом пошел раздавать их прохожим, неподписанные каталоги. И в общем, в первый мой рабочий день, когда я добрался наконец до человека, который мне рассказал о бизнесе, я пришел с таким длинным списком претензий. Почему этот бизнес не работает? Почему этот бизнес не работает? Этот бизнес, говорю, отказываются 37% по этой причине, по этой, по этой. Каталогами не получилось, пошли на Манежную площадь приглашать людей. С другом, в общем, друг, который первый узнал, что я в Reflame, вот несколько фишек расскажу дальше к теме. Он сразу мне сказал, что ты из этого бизнеса уйдешь, это несерьезно и так далее. И мы с ним поспорили, что если я 3 месяца продержусь, 3 месяца я продержусь, то он ко мне зарегистрируется. Кстати, ровно через 3 месяца действительно один из одногруппников ко мне зарегистрировался и стал впоследствии директором, но это был другой одногруппник. Но это был другой одногруппник. История. Значит, на пятый месяц упорной работы я вышел на 3%. Это действительно было для меня достижение, причем я вышел на 3%, находясь в Крыму. Я вернулся на Киевском вокзале, меня встретил мой одногруппник, мой первый трехпроцентник, и он меня поздравляет с тремя процентами. И я такой, как это я вышел? Он говорит, я вышел, и ты вышел. Я говорю, вот какой замечательный бизнес. Вот это одна из фишек, которую нужно знать. Вы поверите в этот бизнес по-настоящему, когда у вас появится первый партнер, который без вас выйдет на новый уровень, встретит вас, поздравит вас с новым уровнем. Человек, который еще до того, как вышел на 3%, 50 раз рассказал об этом бизнесе, и я об этом ничего не знал. И я об этом ничего не знал. В общем, 5 месяцев. И у меня друг спрашивает, Стас, стоит этот бизнес делать, сколько ты зарабатываешь? Ну, это было уже через какое-то время. Я ему сказал, знаешь, я до сих пор не знаю, сколько я заработал за первые 4-5 месяцев работы. За первые 4-5 месяцев работы я пригласил в бизнес всего 4 человека. Три одногруппника, курсанта военной академии, потому что у нас не было интернета, я не умел знакомиться, мы жили с забором, отпускали нас редко, там был парад. В общем, было очень мало времени. Но если посчитать, сколько я заработал за первые 4 месяца, если учитывать, что из первых 4-5 человек, которых пригласил, двое стали директорами, то можно, вот так, около 2 миллионов. Около 2 миллионов рублей растянутого времени, но каждый месяц до сих пор я эти деньги зарабатывал. За первые 4 месяца работы. Почему новички иногда не видят вот эту перспективу? Да, сегодня вроде денег немного, но каждый человек, которого пригласите, может стать директором. Каждый человек, которого пригласите, может стать директором. За 11 месяцев работы я вышел на уровень старшего менеджера. Примерно суммарно за 1 год и 2 месяца я вышел на уровень, вот с 18 на уровень золотого директора я вышел за 4 месяца. С 18% у меня было 6 тысяч баллов, вышел на 22 тысячи баллов за 4 месяца концентрированной работы. И потом мне понадобилось несколько лет осознать, как это произошло. Я уже изучал тайм-менеджмент как раз и понимал, что главное в бизнесе, что не главное. Можно уставать, можно работать много и не расти, и не развиваться. Как понять, что в вашей жизни много рутины? Задайте себе вопрос, увеличился ли ваш доход хотя бы в 2-3 раза за прошлый год? И если нет, то, скорее всего, в вашей жизни много рутины, и сегодня мы с вами поговорим, как от нее избавиться. Как от нее избавиться. Хорошо. Так. Сегодня у меня 4 простые темы. Первое. Я расскажу о некоторых основах тайм-менеджмента и личной эффективности, в основном по трудам Стивена Ковин. Кстати, напишите в чате, кто уже изучал 10-е менеджмент и личную эффективность, что вы читали, где вы учились. Напишите. Мне это интересно. Во второй части мы поговорим, как привести дела в порядок. В основном это технология Дэвида Аллена. В основном это технология Дэвида Аллена, который, кстати, будет 1 декабря в Москве. Будет у меня очень крутой семинар. Если вы хотите персонально заниматься тайм-менеджментом, я рекомендую. Дорогой, правда, но я рекомендую. И третье. Мы поговорим с вами про тайм-менеджмент для лидера Арифлея. Использую вот эти две самые сильные школы тайм-менеджмента в мире. Это технология Стивена Кови, это технология Дэвида Аллена. Все остальные учились у них. Все остальные учились у них. Я расскажу про то, как это применимо в сетевом маркетинге, как это применимо у нас с вами в Арифлей. Ну и четвертый будет маленький блок. Как быстро выйти, ну, относительно быстро. Дополнение к предыдущему, к спикеру, к Элеоноре, как выйти на 200 тысяч рублей. То есть я некоторые вещи повторю, потому что я уже выступал очень профессионально. Повторю именно с точки зрения тайм-менеджмента. Хорошо, вижу Стивен Кови, Глеб Архангельский. Он тоже в свое время учился у перечисленных двух людей, о которых я сказал, но и ряда других. Хорошо, хорошо. Радислав Гондопас, он не по тайм-менеджменту, он по лидерству. Филипп Котлер больше по менеджменту, простите. Тайм-менеджменту, вот эти два замечательных человека. У Дэлла Ковеги, по-моему, нет. Ну, хорошо. Хорошо, спасибо, что написали. Сейчас я попробую загрузить слайды. И вы мне скажете, получилось у меня это или нет. Так, поехали. Так, если слайды будут, дайте мне знать. Слайды есть, напишите. Слайды есть, все хорошо видно. Поговорим о двух важных понятиях в тайм-менеджменте важные срочно. Часы и компас. Что же это такое? Как вы считаете, кстати, вот хотелось, конечно, с вами больше побеседовать. Кто побеждает? Кто побеждает? Часы или компас в современном обществе? Кто из них сильнее давит на нас для того, чтобы мы действовали? Кому мы молимся? У кого есть дома часы на стене, часы на холодильнике, на микроволновке, в мобильном телефоне, на руке, в кармане и везде. И гуляешь по Красной площади, а у нас в Пасской башне тоже есть часы. Ну, вот я сам и ответил на свой вопрос. Так, все есть, видео есть, отлично. Я думаю, вы согласитесь с тем, что часы... Ну, кстати, у кого есть слишком большая задержка, я просто вижу, что есть люди, которые отвечают на вопросы, которые я задавал уже слишком давно. Скорее всего, вам просто нужно нажать F5, обновиться, тогда задержка пропадет. Хорошо. Часы побеждают. Срочность. Это рутина, это текучка, это обязательства, это дела, это встречи. Это то, что с нами происходит каждый день. Важное – это направление. Это смысл, это миссия, это предназначение, это крупные цели. Так вот, очень часто люди воспринимают тайм-менеджмент как технологию. И вот сегодня я сидел очень много на форумах по тайм-менеджменту и видел, что очень и очень сильно прокачивается продуктивность. То есть человек воспринимается успешным с этой точки зрения тогда, когда он много успевает. У него много встреч. Конечно, это правильно. У него много дел, не важно каких, важно, что много. И даже иногда само по себе количество дел, которые он делает, возносит его на какой-то уровень самоуважения, самоутверждения. И при этом мы очень часто теряем видение, теряем перспективу. Представьте, сейчас очень полезный будет пример. Представьте, что вы очнулись в поле густой высокой травы. В поле густой высокой травы. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Сейчас мы рассмотрим отличие эффективного мышления от позитивного мышления. Потому что очень часто мы смотрим интересные программы, читаем книги, и нас учат позитивно мыслить. И если вы привержитесь теории и практике позитивного мышления, то вы можете подумать, о, как хорошо, наконец-то вдали от города отдохну, подышу свежим воздухом, а сейчас наступит ночь. Посмотрю на звезды, которые ночью будут видны лучше, потому что нет светового фона города. Замечательная возможность вырваться из рутины и подумать о главном. Если вы думаете, скажем, можно смотреть в прошлое, а как я сюда попал, а почему, а где я накосячил, а за что мне это, почему я, можно, тропы нету. Вот смотрите, те стратегии, которые не работают. Идти на солнце не работает. Идти по мхам, по веткам деревьев, которых нету, по муравейникам, просто прямо по звездам, ничего не работает. Идти в каком-то направлении, не понимая, куда не работает, потому что, а вдруг там 20 километров поля. Более того, идти прямо, да, Сергей, спасибо, позвоню маме, нету телефона, нету ничего. И знаете, оставаться в поле опасно. Могут прийти волки, приползти змеи, зимой ночью может стать холодно, просто у вас кончится вода. Нужно выбраться. Это эффективное мышление. Эффективное мышление заключается в том, что вы признаете проблему проблемой. Я не совсем согласен с людьми, которые проблемы пытаются назвать задачами. Сначала проблема является проблемой. Вот, у меня есть проблема. Что я буду с этим делать? И дальше мы уже создаем мозговой штурм. Я вам сегодня расскажу, как решать проблемы. Но первый шаг – это признать наличие проблемы. Это эффективное мышление. Кстати, Кови этому тоже учит. Итак, прямо идти невозможно, потому что человек асимметричен. Он будет наматывать круги большого радиуса. Но даже если бы вы могли идти прямо, вы можете просто не пройти 20 километров. Поэтому косить нечем, поджигать, сгорите сами. Вот много вариантов. Но работающий один оптимальный путь. Вы насыпаете большую кучу. Вы, может быть, раните себе руки, у вас может потечь кровь. Но вы должны это сделать. Вы насыпали кучу, вы встали на нее, а она под вами продавилась. И вы понимаете, что нужно утоптать, насыпать еще, утоптать. Это потребует время. Дерева нет. Это потребует времени. Но рано или поздно вы насыпите кучу. Вы насыпите кучу, вы встанете на нее. И впервые выгляните из той рутины, в которой вы находитесь. Вот чем сильная технология GTD, например, Getting Things Done, Дэви Даллина, в том, что он учит перед тем, как планировать большие цели, как ставить перед собой амбициозные задачи, навести порядок в голове. Навести, потому что все в голове, это правильно, и в этом плюс. Но и в этом и минус, как говорят, у любой медали две стороны. Когда все это в голове, когда мы находимся в этой рутине, мы не можем принимать эффективные решения. Мы не можем принимать эффективные решения. Мы с вами забрались на кучу, мы осмотрелись, и теперь видно, куда идти. Ах, вот там труба дымится. Ну, километр. Ну, километр-то я пройду. Как хорошо, что я поднялся на эту кучу. Почему? Потому что если бы я туда пошел, там поле вообще не кончается. Поэтому в субботу, в воскресенье всегда должно быть 2-3 часа планировать неделю. Вот сейчас Новый год скоро. Уже сейчас нужно готовить себя к Новому году. Пересмотр своей цели, калаш мечты, стратегически определиться, кто партнер, кто не партнер, по какой схеме вы будете работать и так далее, и так далее. Уже сейчас, потому что если сейчас вы не сделаете, опять ничего не поменяется. Итак, мы насыпали кучу, мы увидели, куда идти. Теперь мы, пытаясь сохранить чувство направления, и слайз из кучи, идем в этом направлении. Но вы помните, человек не может идти прямо вслепую. Это доказано учеными. И через 200-300 метров надо опять насыпать кучу. И когда вы насыпите вторую кучу, это опять время, это те 2-3 часа по воскресеньям, которые вы занимаетесь планированием. Вы опять восходите на эту кучу, и вы видите, что труба не там, где вы ожидали. Ваш компас бился. Ваш компас бился. Вот именно эту аналогию мы сегодня будем использовать весь наш тренинг. Это не тренинг, конечно, это больше мастер-класс, чтобы вы лучше поняли, как именно планировать наш с вами бизнес, как именно планировать успех в нашем бизнесе. Итак, исходя из этих четырех категорий, исходя из этих четырех категорий, все дела можно условно поделить на 4 части. Важные срочные дела, важные несрочные, квадрат 3 неважно, но срочно, и квадрат 4 неважно, но срочно. Сейчас вы в чате увидите, я задам вопрос, и вы увидите, что большинство людей очень интересно пишут. Задаю вопрос, как вы думаете, в каком квадрате? В квадрате 1 важно срочно, в квадрате 2 важно несрочно, в квадрате 3 неважно срочно, или в квадрате 4 нужно проводить большую часть времени, если у вас бизнес, у вас еще что-то, у вас учеба, семья, дети и так далее, и так далее. Если вы эффективный человек, если вы эффективный человек, как вы думаете, в каком квадрате большую часть времени нужно проводить? На самом деле, этот вопрос задавал сотни раз на разных занятиях, мастер-классах, тренингах, в идеальных, в индивидуальных встречах. Как правило, если человек не подумает, на самом деле, откроем секрет, я чат еще не вижу, но вы увидите, что большую часть людей, так, при быстром, когда первая сигнальная система срабатывает, отвечает, ну, квадрат 1, почему? Потому что это и важно и срочно. Ну, вроде очевидно, есть и то, и то. Есть люди, и вы тоже это увидите, вот я сейчас это точно вижу, что, оказывается, нужно проводить много времени в квадрате 2. Вот, спасибо, никогда такой вот большой аудитории не задавал вопрос. Большая часть говорит про первый, есть часть про второй. Почему не первый? Потому что, а какие это дела? Это кризисы, авралы, задачи с поджимающими сроками, проблемы, пожары, наводнения, цунами в нашей жизни. То есть, если большую часть времени проводить в квадрате 1, то можно просто, прямо не шучу, умереть от стресса. Потому что, и даже больше скажу, стресс – это один из самых главных патогенных факторов атеросклероза. А это ишемия, это церебровоскулярные болезни и так далее. То есть, это губит людей западного мира. Почему? Потому что этот квадрат никогда не заканчивается, особенно если своей жизнью не управлять. Дела квадрат 1 – это те дела, которые, не сделав которые, вас съедят заживо. То есть, это вот, ну, не знаю, вы ехали на встречу, вам въехали в бампер задний. И вам, вы отменяете встречи, и вам приходится решать этот вопрос. И важно, и срочно, почему? Ну, надо машину восстановить, ну, и так далее. Дела важные и не срочные. Это качество нашей жизни. Это планирование, подготовка. Это улучшение отношений, улучшение здоровья. Это то, когда вы планируете стратегически, в первую очередь. Это улучшение вашей способности производить, делать встречи хорошие, правильно рекрутировать и так далее, и так далее. Понятно, что большую часть времени мы должны стараться быть здесь. На самом деле, основная проблема – это квадрат 3. Это суета, это рутина, это куча непонятных… Вот даже больше скажу. Когда вы проводите 158-ю мотивационную встречу с одним и тем же партнером, трехпроцентником, это рутина. По идее, это деятельность, приносящая доход. Ну, вы же проводите мотивационную встречу, мы об этом еще поговорим. Но на деле это рутина. Почему? Потому что это действие, и это уже стабильно подтверждено вашей практикой, не даст вам никакого результата. Что 158-я встреча. Вопрос, почему вы четвертую провели? Ну, одну провели, ну, вторую провели, ну, третью провели. Ну, не приглашает людей. Ну, как говорил Леонорес, счастливый консультант, вот у нас мероприятие, вот только на планерку не приходи, пожалуйста, и те мероприятия, где я собираю свою ключевую команду, туда людей не надо. Туда, пожалуйста. Это для таких вот, кто такие критерии делает. 5 гостей в неделю есть, там, или 10, или 15, сколько у вас, или стартеров, приходи. Нету? Ну, извини, друг. Более того, хорошо, когда сама команда принимает это решение. Не вы такой злой, а вы так это построили, это называется тактическое лидерство. Когда вот команды приглашают, да, в нашей команде будут такие правила. Значит, приглашать, делать баллы, посещать мероприятие. В таком, в таком, в таком объеме. Все, кто не делает, за борт. И команда это сама сказала, вы такие, ну, окей, хорошо. Так, хорошо, поехали. Квадрат 3, вот оно, убийца время. Поглотитель. Вот именно здесь мы с вами находимся, если наш доход не растет. Критерий простой. Не растет доход. Не улучшается отношение, не улучшается здоровье. Не улучшается качество жизни, лайфстайл, ничего не улучшается. Значит, вас поглотил квадрат 3. Про квадрат 4 много говорить не буду, но даже здесь мы очень часто проводим много-много свободного времени. Хорошо. Я думаю, какой-то инсайт вы отсюда поймали. Это я уже говорил. Стресс, качество, суета и деградация. Кстати, интернет, вот мы садимся рекрутировать в интернете. И тут внезапно залипли на каком-то сайте. А там какая-то ссылка сюда перешли. Здесь пару роликов в ютубе. Здесь комментарии оставили. И перешли в квадрат 4. У кого бывает, поставьте у меня. У меня бывает такое. Когда я внезапно осознаю, что я в квадрате 4. Мы заодно поговорим, как с этим бороться. Итак, вот так выглядит жизнь большинства людей. Достаточно большой квадрат 1, очень большой квадрат 3. В квадрате 2 очень мало времени. И в квадрате 4 мы проводим время, когда устаем от стресса и суеты. Вот устаем от стресса и суеты. И вот эта пятница, каждую пятницу я в... Помните, да, песню Слепакова? Каждую пятницу я вот там. Почему? Потому что я трудился, потому что я устал, потому что я заслужил. Я заслужил с друзьями в баре. И после такого досуга нам хочется отдыхать. Отдых в его истинном понимании – это дело квадрата 2. Потому что если вы восстанавливаете силы, вы повышаете свою способность производить. Но большинство людей отдыхают так, что силы не восстанавливаются, потом еще голова гудит. Хорошо. Поехали. Вот, по идее, идеальная карта жизни. Квадрат 1 есть. Вы от него никуда не избавитесь. И есть квадрат 2. Он больше. Вы много времени проводите в этом квадрате. Квадрата 3 и 4 не существует. Ну, квадрат 3, наверное, все-таки будет. Какой-то, наверное, да, огурцом. Какой-то квадрат 3, конечно, будет. Сейчас я расскажу несколько важных тезисов. Не из тайм-менеджмента больше, из личной эффективности. Потому что личная эффективность, она больше. То есть как тема, как область. Личная эффективность, она больше, но она важнее. Вы знаете, нет смысла в тайм-менеджменте, если вы не знаете, ради чего. Ради чего вам развиваться. Какие ваши ключевые ценности, какая ваша миссия, какие ваши большие цели. То есть если нет направления, то скорость не важна. Если вы едете из Москвы в Санкт-Петербург, точнее, давайте, в Санкт-Петербург, но вам нужно в Рязань, какой смысл ехать быстрее? Вы только быстрее будете удаляться. То есть направление, ценности, мы сегодня очень хорошо этот вопрос поднимем, я вам обещаю, важнее, чем скорость. Но мы поговорим с вами и про направление, и про скорость. Можете выписать себе эти два темы. Направление и скорость. Направление и скорость. Итак, поначалу поговорим про принцип проактивности, про нашу ответственность. Вы видите, круг забот. Как правило, он больше нашего круга влияния. Кого-то заботит катастрофа, ну, меня тоже заботит катастрофа с нашим бомбардировщиком, который случился вчера утром. Нас заботит экономическая ситуация, что вообще в мире происходит, все быстро меняется. И вот сосед постоянно меня орет, что я у подъезда паркуюсь, ему теперь неудобно ходить. И вот от меня вот многие эти вещи забудут. И то, что вот отношения у нас как-то не складываются, и что-то вот у меня зубы болят, вот это все меня заботит. Крупление, как правило, меньше. Да, я вот не могу повлиять на решение, принимаемое главой нашей страны. Вот не могу. Даже если бы хотел, да. Ну, не могу. Но, знаете, когда люди выпьют, вот они именно об этом говорят. Они говорят о спорте. Они говорят популярные темы. Мужчина о женщинах, женщина о мужчинах. Они, часть речи посвящают оправданию своего алкоголизма. Ну, что вот это полезно для сердца, там, и так далее. Ученые доказали, британский, и так далее. Все это интересно, конечно, да. И про политику поговорим, и еще что-то обсудим. Как правило, все то, что от нас не зависит. То есть, когда мы действуем с вами не внутри круга влияния, круг влияния, недополучая нашу, скажем так, силу, энергию, внимание смарщивается. И смарщивается иногда настолько критично, что мы становимся такими, знаете, крайняя форма скептицизма. Это, кто подскажет, это вот такие циники. Ну, конечно, ему повезло. Ну, конечно, он вон сколько лет назад в Арифлейм пришел. Ну, конечно, у него вон какой большой список знакомых, а ему повезло со спонсором, у него интернет стабильный, а у него то, у него то, а мне мешает Путин, а мне мешает то, а мне мешает все, а у меня соседи злые, а у меня нет навыков общения, а вот я вот, мне не повезло, вот я неудачно в школе выступил на сцене, и теперь на сцену не хожу. Вот такие циники, собственно говоря, все знают, все знают, но ничего из себя не представляют, ничего не имеют, ничего не добиваются. Вот, хорошо, это несложно. Есть такая поговорка, Господи, дай мне мужество принять то, что... Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить. Мужество, чтобы изменить то, что я могу. И мудрость отличить одно от другого. Я надеюсь, у нас с вами эта мудрость есть, но этого недостаточно. Вот недостаточно мудрости. Нужно среди, вы знаете, хорошее от плохого отличить достаточно плохо. Посидеть, посмотреть пару роликов на ютубе, или порекрутировать, пообщаться с партнером. Тут все понятно. Но вот одна основная проблема. Вот, основная проблема. Вот, ребята на Украине растут. Отлично. Вот, отлично. Да, вот. Слава Богу, мы с вами здесь о политике не разговариваем. Молодцы. Хорошо. Центр фокуса. Это что-то, что внутри круговлияния, и оно достаточно маленькое. Оно достаточно маленькое, и вот среди хорошего выделить что-то лучшее очень тяжело. Вот, скажем так, у вас есть, вот я насчитал, у лидера Reflame больше 20 обязательств. Больше 20 хороших дел. Можно сходить за заказом, разложить дома по пакетикам, написать красивую бумажку, красивым каллиграфическим почерком, что вот такой заказ, спасибо за заказ, вот такая сумма, подумать, какой подарок, накрутить туда бантик, и отвезти в смокинге. Вот я один раз в смокинге отвозил заказ клиентам. Купил себе гранд-витару новую, и на машине за миллион в смокинге по пути на банкет директоров отвозил тушь клиентки. Вот тушь клиентки. И когда я это осознал, что я получил то, о чем мечтал, когда пришел в этот бизнес, это был какой-то интересный момент. Вот, прикольно было. Ну и там. В центр фокуса помещается лишь небольшое количество действий. Среди хороших есть некоторые вещи, которые вы должны сделать. Не делегировать, не отложить на потом, а делать их прямо сейчас. А делать их... Лучше в игры играть, чем рекрутировать. Ну, может быть, все... Каждый выбирает сам. Каждый выбирает сам свою систему ценностей. Вы имеете право и так думать. Не вопрос как бы, да? Вот. Хорошо. Реальная ситуация такова, что круг влияния намного больше. Чем вы думаете? Вы способны повлиять на большее количество вещей, чем вы думаете сегодня. А центр фокуса намного меньше того, что вы думаете. Вот смотрите. Есть концепция, которую я люблю преподавать. Я – они. Они плохо работают. У них там не получается... Они не вышли на новый уровень, и поэтому я не вышел на уровень старшего менеджера. Они, мои наставники, мне не рассказывают, как мне надо работать. И вот по полочкам мне не могут разбить. Вот она, компания, вот она плохо доставляет продукцию, чего-то нет на складе, вот у них выросли цены, вот подорожал велнос. Они, оно... И вот все виноваты. Все виноваты. А я вот Д'Артаньян. Я Д'Артаньян. Все виноваты, а я Д'Артаньян. Вот если бы все было хорошо, тогда бы я преуспел. Вот я вам сейчас приведу несколько примеров. Кто помнит? Кто помнит? Я в шоке была. Это что? Это человек сидит, который у меня в смокинге тушь принес? Я в шоке была. Вот. Кто помнит, что вы слышали такое выражение? У меня не хватает времени. Кто слышал? У меня не хватает времени. Сегодня закончим раньше, наверное. Если это по Москве. У меня не хватает времени. Кто главный в этом предложении? Времени. То есть, это, по-моему, названное предложение. Здесь есть сказуемое нет. Есть главное определяемое слово. Времени. Времени нету вот у меня. Я-то хороший. Я бы успел порекрутировать, найти новых партнеров. Успел то, успел все. Но у меня нет времени. Или, например, большие цены. Большие цены. Дорогие продукты, дорогая квартира. Вот я живу в центре Москвы. У меня напротив строится новый жилой комплекс. Новый жилой комплекс. Самая дешевая квартира стоит 222 миллиона рублей. 222 миллиона рублей. И почти все купили. Ну, что можно сказать? Да это дорого. Но, как правильно говорит Джим Рон, это ты мало зарабатываешь. Это стоит столько, сколько должно стоить на рынке. Спрос и предложение определяют цену. Их баланс. Просто ты мало зарабатываешь. Времени у тебя 24 часа в сутки. Столько же, сколько у олимпийского чемпиона, президента России и других интересных людей. Но ты, просто ты не умеешь с этим временем справляться. То есть, как по-другому сказать? Не у меня нет времени, а я не успеваю. Вот это принцип проактивности. Записали. Поехали дальше. Постараюсь ускориться. Вот еще, что помогает людям, тем людям, с кем я работаю по линии тайм-менеджмента, это и предприниматели в традиционном бизнесе, счет цельности. Это некоторый баланс внутреннего доверия в себе. Это то, как мы верим в себя. И то, как мы себя уважаем. И его нельзя поднять. Вот смотрите. Счет цельности у большинства людей в отрицательной зоне. Как здесь на графике. Счет цельности в отрицательной зоне. Почему? А потому, что мы все с вами, ну не все может быть, но многие из нас, опаздываем на встречи, не сдерживаем обещания, не моем ботинки с вечера, хотя себе и обещали, не делаем тот объем действий, который делали, планировали сделать новое звание, не сделали, это не сделали, то не сделали, там не сделали, здесь не сделали. Ну и в итоге, когда мы на очередном семинаре сидим, о, блянтовый директор, да, я точно стану блянтовым директором, но внутри вы даже в это уже не верите. Не верите почему? Потому что глядя вперед, вы глядываетесь назад и видите там кучу косяков, как вы кого-то, ну, где-то сказали неправду, каждый мелкий косяк записывается на баланс счета цельности. И у большинства людей поражений больше, чем побед. Моментов, где они косячили, даже об этом никто не знает. Вот я верю в то, что Бог в каждом из нас говорит с нами на языке совести. И даже если мы косячим, и при этом никто не знает, мы знаем. И мы вот это внутри, как счет цельности, и поэтому мы не можем идти вперед. Каждый свою тележечку везет с собой. Тележечку тех вот косяков прошлых, да. И основное, что нужно делать, ну, вот сейчас у меня создается уже почти создается программа, называется эмоциональный тайм-менеджмент. На самом деле мы все эмоциональны, поэтому тайм-менеджмент, он на самом деле эмоциональный. Все, что нужно делать, это поднимать счет цельности. Я еще успею рассказать, как это сделать, да. В каждом своем поступке вы должны стараться поднимать счет цельности и вводить его в плюс. И когда вы его выведете в плюс, и наведете в своей жизни порядок, вы сможете поставить перед собой большую цель. Вы в нее будете верить, и у вас будет энергия действовать каждый день. Какой смысл ставить перед собой большие и великие цели, если мы косячим в мелочах? Все равно, да, правильно Сергей пишет, себя не обманешь. Себя не обманешь. Счет цельности. Выписали себя как концепцию. Это очень важно. Я хочу, одна из моих клиентов, свадебных организаторов, сказала очень классную вещь. Она говорит, это одно из главных, что ты мне дал. Какая была ситуация? Значит, она чувствовала, что она недорабатывает как мать. Дочка, ну много вопросов по бизнесу. И все отношения стали рутиной. Ну, собрать, попу помыть, приготовить, приготовить еще в садик, отвезти, забрать, уложить. Вот это, никакого дохода от этого нет, кроме рутины. И она сходила, я ее убедил, уговорил сходить что-то сделать. Она сходила в Третьяковскую галерею, говорит, ты не представляешь, как себя круто чувствовала. Я сделала то, что давно считала важным. Наконец-то, легко, недорого, сходить куда-то, сделать то, что нужно сделать, заткнуть дыру, через которую утекает энергия, через которую утекает уверенность в себе, через которых проходит списание с баланса счета ценности. И она, говорит, я после этого сделала майндмэп, сделал то, сделал то, в бизнесе все начало складываться. Почему? Потому что, ну, когда мы перестанем косячить, а мы все косячим, в той или иной степени, да, почему так многие вещи начинают легко получаться? Так, теперь, одна из основных задач, перед тем, как мы перейдем к скорости, еще раз поговорим про направление. Еще раз поговорим про направление. Как-то эта табличка несколько лет назад, во время одной встречи, внезапно уж пришла в голову. Когда вы много читаете, много общаясь с людьми, а я почитал где-то 2-3 тысячи встреч, мы точно провели, вот, начиная складываться какие-то вещи. Самый легкий способ что-то понять и пытаться объяснить. Пришла очень хорошая табличка, которая поможет вам сбалансировать компас, понять направление, понять направление. Итак, есть ценности, ценности социальные, есть ценности настоящие. Что такое социальные ценности? Это что-то, что обществом признается крутым, классным, престижным, модным и так далее. А настоящее – это то, что, ну, не побоюсь этого слова, что Бог считает важным. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я с ним не общался, вот на мой взгляд. То есть, это даже не ценности, это принципы, то есть, то, что круто, важно, в принципе, вне зависимости от того, что вы на эту тему думаете. Итак, мы берем сферу образования. Что в образовании считается, помогите мне, что в образовании считается общественно значимым? Что вот, берем в целом образование, там, высшую школу, школу, там, что считается важным? Что считается важным с точки зрения общества, которое меня воспитывало, вас воспитывало, вы сейчас как воспитываете? Что считается важным? Я вам скажу очень простые вещи, на самом деле. Вы без меня это все, я сейчас пока не вижу ваших, вот все, что в социальном, вы будете угадывать на счет 3. Вот на счет 3. Все, что в настоящих, вот здесь нужно подумать и не всегда очевидно и так далее. Высшее образование, правильно, диплом, название вуза, престижность вуза, ученые степени, звание и, конечно, знание. Желательно красный диплом и, конечно, это должен быть отличник и так далее, и так далее, и так далее. Что же считается настоящей ценностью в сфере образования? Вот очень трудно здесь попасть. Умение добиваться родных целей. умение. Вот знание является и социальной, конечно, ценностью, и настоящей. Но по поводу знаний очень важную вещь хочу сказать. Знание – это лишь потенциальная сила. Говорят, знание – сила. Знание – это лишь потенциальная сила. Но на самом деле, при более глубоком анализе, знание – это потенциально опасная сила. Потенциально опасная сила. Если вы знаете, чего вы хотите, если вы знаете, что для этого нужно делать, Если вы на самом деле это хотите, и вам дали на это энергию, и вы не делаете, эта энергия начинает разрушать вас изнутри. Эта энергия начинает разрушать вас изнутри, потому что вы знаете, чего вы хотите. Вы знаете, когда у вас нет оправданий. И вы думаете, ну какой же я кривой, больной, ну чего же я сегодня 10 контактов не сделал, встречу не повел. Ну что, ну давай завтра, 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 завтра. Умение добиваться родных целей. Не буду глубоко копать сейчас, времени нет. Но вот о чем подумайте. Родные цели. Вот представьте, человек родился для скрипки, я не знаю, у него такой тонкий музыкальный слух. Если бы его родители отдали в 3 года, в 4 музыкальную школу, он мог стать, я не знаю, там, настоящим. Вот сделать прорыв в обществе в этом направлении. Я, конечно, не силен, да? Но в этом. Или у него ноги длинные, его нужно было в легкую атлетику, он бы мог стать чемпионом. И за счет этого сделать какое-то, что-то интересное, да, в своей жизни. Ну, он пошел на экономиста, потому что это было выгодно, это было, как это, прибыльно, это было престижно. Туда пошел друг, туда сказали родители и так далее. Он будет кем? Ну, средним бухгалтером. Супер, вот мега лидером не будет. Ну, не будет, почему? Они ключи, ключевые задатки. Вы знаете, я верю в что? У каждого человека есть свой набор уникальных потребностей, уникальных потребностей. Конечно, они все маслоу давно изложены в форме иерархии, но каждый по-своему видит семью. Каждый по-своему, да, Вивальди, спасибо, Гузи. Каждый по-своему видит свое предназначение, свою миссию и так далее. И у каждого из нас есть уникальный набор задатков от природы. И вот что самое интересное, у меня был инсайт, он был относительно недавно. Набор наших задатков соответствует тому предназначению, под что мы родились. То есть мы, как говорил Тамила Полежаева, инструмент, мы инструмент реализации крутых целей. То есть можно себя воспринимать как инструмент, мы, как она говорила, заточены на победу. Мы изначально заточены под то, что для нас родное. Но вот это родное еще нужно себе найти. А этому не учат в высшей школе обычно, обычно, к сожалению. Для этого нужно ходить на тренинги, для этого нужно читать книги. Вот всем рекомендую начать с Кови. Начните с Кови, с 5 раз идет плохо, но я читал Кови одну книгу 8 раз, другую книгу, главный маня, главный вещь, 9 раз. Потому что их нужно, знаете, есть книги, которые можно облизнуть, есть книги, которые можно надкусить, а есть книги, которые нужно пережевывать и переваривать. Берем работу. Вот мы получили образование, идем с вами на работу. Вот, экономист как раз у нас есть. Идем с вами на работу. Что ценится на работе? Что считается мощным, престижным, важным в сфере работы? Здесь бизнес не так важен. В этом контексте не так важно. Что, вы знаете, мне эта таблица, честно, помогает укатывать людей. Вот, когда они вот сидят на презентации и не понимают величия этого бизнеса, не понимают, почему вот этим стоит заниматься. Берешь, раскатываешь, и человек укатался. Вот, недавно я вот эту таблицу проводил одному профессору, рассказывал. Ну, и в принципе, он говорит, о, вот это да, говорит. Даже профессора можно удивить. Хорошо. Опыт работы, высокая зарплата, статус. Все правильно. Первое, название компании. Второе, должность компании. И третье, это статус. Статус определяется доходом, социальным положением и так далее. Это все стаж тоже ценится. Я не понимаю, что он дает? Трезвые грузчики тоже дают ценность. Вот, я не знаю, что он дает. Да, вот, стаж. Потому что можно за год сделать больше, чем за 10. А их мерят одной линейкой. К чему это, почему так, уравниловка, да, такая. Но что является настоящей ценностью в работе, так это очень и очень крутая вещь. Как вы считаете? Что является настоящей ценностью в работе? Вот этот вопрос я отдам вам время подумать, перед тем, как раскрою свое понимание. Я, еще раз, не претендую на абсолютную истину. И то, что я думаю, я читал, обдумывал и тренинги туда посещал, сюда посещал, сам проводил. Это просто плод размышлений. Что является настоящей ценностью в работе? Опыт, профессионализм, трудолюбивость. Окей, фамилия спикера Станислав Скворцов. Скворцов, Станислав. Можно найти в ВКонтакте, кстати. По какой книге, какой совет начать? С семи навыков, однозначно. Потом, главное внимание к главным вещам. А потом у него еще есть много разных книг интересных. Происионализм, знания, знания, самодетворение, ближе. Так, стаж, прибавка к пенсии. Иногда, иногда. Вы не знаете, что будет с пенсией. Я не знаю, что будет с пенсией. Как бы не стоит сильно рассчитывать, скажем так. Будет хорошо, будет хорошо. Не будет, не надо обвинять государство. Сами в 93-м году подписали Конституцию. Так, удовлетворение, удовлетворение, помогать другим людям, результат. Вот, вот, вижу, близко, близко, близко. Молодцы, молодцы, молодцы. Я два слова поместил. Влияние и вклад. Влияние и вклад. Сначала про влияние. Я думаю, каждый из вас был свидетелем примера, когда был формальный лидер в организации и неформальный. То есть, может быть старостом, а классом реально управляет лидер. То есть, у него нет полномочий, но власть есть. Ну, то есть, способность управлять есть. Например, генеральный директор крупной компании получил задание от совета директоров выбивать прибыль из компании. Как? Всеми силами. Правильно, правильно и неправильно. Его заместитель с ним не согласился. И в обход запрета начальника, прямого начальника, пульнул направление двух своих менеджеров на направление экологичного производства, как у нас с вами, Варифлей. И через 20 лет это спасло компанию. Смотрите, работали в одной компании, по должности у него хуже, доходы хуже, социальный похит хуже, все хуже. Но влияние оказало большое. Но вклад мне на самом деле больше нравится. Вклад на самом деле больше нравится. Вот есть такой исторический персонаж, сестра Кения. Медсестра лечила детей от детского полимелита. От полимелита официальная медицина лечила заковыванием боковые конечности детей, дабы предупреждать искривление. На деле это приводило очень часто к пожизненному параличу. Она же заставляла детей тренироваться, заставляла людей восстанавливать мышечный корсет, который держал кости. И дети выздоравливали. И то, что она права знала, знали дети, родители, а медицина 20 лет закрывала глаза. Кто она такая? Название компании, ну там, ну словно говоря, здесь нет. Высшего образования нет, диплома нет. Ученых степеней не доктор, никто. Она никто. У нее ни социального пакета, ни по доходу и так далее. А младший медицинский персонал. Никто. По мнению врачей, по мнению официальной медицины, по мнению общества. Но ее вклад, ее вклад был сильнее вклада тысяч докторов, которые лечили неправильно. Вот это один из примеров. И таких примеров в истории очень много. Очень много. Там, если вы, например, христианин, да, Иисус Христос, какой вклад, какой влияние миллиард людей сейчас исповедует христианство, да. Но у него не было ничего. Из того, что мы говорим, влево у него ничего не было. Но у него была правая, правая часть. И мы с вами увидим, как сильно они отличаются. Мы зарабатываем с вами деньги. Что здесь ценится, что здесь считается важным. Доход, автомобили, бренды. Что еще? Подсказывайте мне. Вот бренды, кстати, самое любимое слово. Вот отображающие суть вещей. Да, крем там в одной известной компании. Не лучше нашего, стоит 8 раз дороже. Но я его куплю, потому что здесь такой лейбл. Ага, смотрите, какой у меня крем. Вот я косметичку открываю, а заглядите. Смотрите, смотрите, да. Бренды. Иногда бренды что-то значат. Но большинство людей пользуются ими неосознанно. Ну, просто потому, что это модно, это престижно. Что является настоящей ценностью в сфере финансов? Я думаю, вы догадаетесь. Это финансовая свобода. И здесь пару слов. И здесь пару слов. Так, закрою ВКонтакте. Что-то у меня тут добавляется. Конечно, хорошо, я рад, но отвлекает. Так, финансовая свобода. Что такое финансовая свобода? У финансового свобода есть две стороны. Первая. Это активы. И вот, друзья, мы с вами работаем в Арифлэйм. Это активы. Каждая директорская группа, под которой есть директора, это актив. Который приносит вам деньги 24 часа в сутки, даже если вы отошли от работы. Вот я не рассказывал свою историю. Когда я стал директором, я уехал из Москвы в Чебоксары на полтора года. Каждые три недели на расчетный счет приходили деньги, а я не работал. Это же замечательно. Иметь возможность не работать ради денег. Иметь возможность делать то, что ты хочешь делать, то, что ты любишь делать. Вы знаете, вот запишите себе вот эту очень интересную вещь, эту очень интересную штуку. Когда я с людьми общаюсь, я спрашиваю, по каким критериям ты выбираешь работу? И человеку трудно ответить, ну, что-то кроме денег, да, вот. А, он говорит, у меня, говорит, вот у меня недавно была встреча. Значит, первое, слушай, говорит, нет. Первое. Коллектив. Второе. Зарплата. И третье. Местоположение. Вот это все относится к социальной ценности. Местоположение. Вы знаете, выбрать работу, через которую можно реализовать себя. Это одна из потреб... Это то, что должна давать работа. Возможность реализовать свои ключевые задатки. То есть самореализоваться. Она выбирать по местоположению. Или по названию. Или по коллективу. Я говорю, иди открой свой бизнес. Например, в Арифлейм. У тебя будет тот коллектив, который ты создашь. Тебе не придется мириться с тем коллективом. У меня начальник крутой, потому что я там работаю теперь. Вот поэтому я там работаю. Боже ты мой. Начальник у тебя крутой. Да, есть такие крутые начальники, манипуляторы. Вы ничего не зарабатываете там? Серьезного. Но Уольс не можете, боитесь, его подставить. Но он же вас использует. Вы что, не понимаете? Разве вы не понимаете? Да. Итак, финансовая свобода. Большинство людей имеет единственный актив. Единственный актив самого себя и свою способность зарабатывать деньги. Молодцы те, кто развивает эту способность. Ходят на тренинги, на курсы, встречаются с развивающими людьми, читают книги, профессионально растут. Но есть одна проблема. И вы об этом людям говорите. Видите, физическая составляющая этого актива дряхлеет каждый, каждый, каждый божий год. Каждый божий день. Если хотите. Постоянно. С каждым годом мы увядаем. Мы можем, и мы должны пользоваться wellness. Вести здоровый образ жизни и прочие вещи. Но еще нету бессмертных. Бессмертность еще не изобрели. Вы понимаете? И говорить об этом. Ты можешь расти до бесконечности. Стать супер умным. Но если это единственный актив, то ты в рабской зависимости, извини меня, от денег. Почему? Потому что если тебя уволят, тебе нечем будет кормить детей. А если спортсмен сломает ногу? А если хирург сломает руку? А если, а если, а если ты не захочешь работать? Посмотрите, с какими лицами люди едут на работу. Посмотрите на их выражение лица. Любят ли они свою работу? Второе составляющее финансового свободы, это эмоциональная свобода. Вот это труднее. Это труднее для понимания, но проще ее достичь. Эмоциональная свобода. Вы знаете, вот сейчас очередной кризис. Я вот уверен, очередная партия толстосумов вздергиваются на Уолл-стрит на своих галстуках. Банкира было 80 миллионов долларов, стало 8. Что он стал нищебродом? 8 миллионов. Да безбедно жить можно и себе, и дети, и еще внукам хватит немного. Ну, чего он повесился? Эмоциональное рабство. Понимаете, вот почему? Потому что вот он завязан к деньгам. Кто, скажите, у кого из вас было такая ситуация, когда деньги с вами говорили? Вот с вами говорили деньги. Например, вы хотели кому-то помочь деньгами, и шли их отдавать, и деньги вам говорят, подожди, подожди, мы зимнюю резину еще не поставили, а вот нам нужно будет кредит оплатить, а вот нам нужно вот другу что-то купить, а ты еще вот там шкаф не поменял, та-да-да-да-да. У кого такое было, когда деньги с вами говорили? Вот самый дешевый способ стать финансовой свободой, их два я знаю простых. Первый, стать богатым, разориться, еще раз стать богатым. Второй способ, это начать сейчас отдавать деньги. Вот если вы зарабатываете 10 тысяч рублей, да, это немного, но с 10 тысяч отдать тысячу рублей проще, чем со 100 тысяч отдать 10. Точно проще, эмоционально. Прямо сейчас начните, берете тысячу рублей, идете покупать корм для собак, чтобы отнести его в ближайший приют для домашних животных, бездомных, да? И вы идете, идете за собачьим кормом, и деньги начинают говорить. Став, подожди, подожди, подожди. Нам бы до зарплаты дотянуть. И вы такие, я здесь главный, на тебе собачий корм, все, отнесли, дали собакам, посмотрели на них, они вам благодарны, такие, яс, я свободен. И вот так, вот так, вот так, вот так мы добиваемся финансовой свободы. Два примера. Значит, приходят два мужчины, у обоих Мерседес Е-класса. Один финансово свободный, другой финансово не свободный. Один социально, эссенциально ориентирован на ценность, другой по-настоящему. Значит, выходит финансово свободный человек. Машины нету. Он подумал, что, наверное, украли, хотя надо позвонить в парковку. Нет, сначала вызовут такси, поедут в такси, потому что мне нужно идти и строить бизнес, или идти и работать. И по пути решил все вопросы, позвонил в ГИБДД, позвонил туда, позвонил сюда. Никто не узнает о нем, о том, что что-то случилось. Он не потерял способность делать то, что надо делать. Да, для него автомобиль, да, неудобно, надо такси вызывать. Ну, жалко, деньги жалко, бесспорно. Но не будет из-за этого переживать всю свою жизнь оставшуюся. Ну, купит себе еще одну. Формула автомобиля, максимум 4 зарплаты. Максимум 4 зарплаты. То есть, если у него Мерседес и класса за 2 500, значит, что ты еще должен зарабатывать? Ну, лучше миллион в месяц. Ну, когда это миллион месяц зарабатываешь, ну, можно не париться. Ну, потерял автомобиль, да, 2 500 за 1, в следующий раз застрахую. Ну, скорее всего, он его застраховал, он же не нищеброд, он может себе позволить страховку сделать. Ну, да, неприятно, но страховка, постепенно, там, через месяц деньги вернут, куплю новую. Куплю сейчас новую, а там деньги вернутся. Не проблема. Выходит финансово. Зависимый человек, ориентир на социальные ценности. Он, напомню, автомобиль покупал дороже 4 зарплат, скорее всего. Зачем? Чтобы надянуть на себя, вот, одеть на себя автомобиль. Ну, не по размеру купил. Выходит, автомобиль на месте, двери поцарапали, царапина идет, вот, возьмем, от двух дверей и до сердца. И до сердца. И он едет, он сел, вжался в плечи, такой, боже мой, он на меня смотрит. Я помню, одну машину продавал хирургу. Мы едем, у меня не было поворотника. И он едет и сморщит, он говорит, смотри на тебя, все смотрят. На тебя поворотника нету, я такой, боже мой, поворотника у меня нету. Ну, у меня есть там повторители. Мне не мешает это ездить. Какая разница? Ну, конечно, есть какая-то разница. Конечно, какая-то разница есть. Но почувствуйте разницу. Ты чего так громко хлопаешь в дверь? Ты испачкал мою кремль, люди привязаны к материальному. Разве можно управлять деньгами, если они начальники? Конечно, нет. Ну, и последний набор ценностей берем, парадигма. Это стабильность. Социальная ценность. Это стабильность. Это ценность. Найди себе стабильную работу. Со стабильной зарплатой. Мужчины стремятся к стабильности в отношении. Ну, чтобы, вот, ну что, конфетно-цветочный, вперед, все, завоевал, все, женились, все, сиди дома, все, я работаю, у меня нет времени, надо туда-сюда, театр сходить и так далее, сейчас нужно взять бизнес. Главное стабильность. Почему мы хотим стабильности? Потому что мы не хотим напрягаться и выходить из зоны комфорта. Ну, если глубоко осознать, просто не хочется сейчас копать. Стабильности не существует. В принципе, в природе ничего не стабильно. Мы с вами крутимся со скоростью около 90 тысяч километров в час, 70 или 90 тысяч вокруг центра галактики. 90 тысяч километров, простите, в секунду или в час. Ой. Короче, большой скоростью. И почти со скоростью света удаляемся от центра, от точки большого взрыва. Ничего на месте не стоит. Ничего на месте не стоит. Если вы хотите расти по жизни и чувствуете себя счастливым, вы должны подружиться с одной мыслью навсегда. Чтобы напрягаться, чтобы развиваться, нужно напрягаться. Чтобы развиваться, нужно напрягаться. Это же просто. Знаете, есть люди трех категорий. Первая категория – это люди, которые не парятся. Они сидят в зоне комфорта, их все устраивает. Они нашли тысячу оправданий и убедили себя, что да, я инженер, я зарабатываю 70 тысяч, меня все устраивает. Есть третья категория – люди, которые не парятся. Эти люди, для которых привычки роста – это привычка. Это привычка. Они с утра встают, они уже знают, что надо делать. И почему это надо делать. У них энергия есть на действия, их невозможно остановить. Что бы в жизни ни случилось, их невозможно остановить. У них можно все отнять, кроме жизни. Они будут продолжать делать, что бы ни случилось. Есть люди второй категории, которые мучаются, которым пока это некомфортно. Год, два, три нужно примерно, чтобы из первой категории перейти в третью. Год, два, три. Но вы это знаете теперь. Вы это знаете? И рано или поздно, привычка за привычкой, привычка за привычкой. Вы привыкнете к росту и будете смотреть на других, господи, ужас. Как можно не читать ничего, как можно не ходить на тренинги, как можно, не знаю, как это можно, как можно жить. Вот у вас будет время, когда вы будете, как можно жить на 100 тысяч в месяц. Боже мой, ужас. Ни на что не хватает. Вот. Хорошо. Отличие целей. Последнее, что скажу по этой табличке. Как вы думаете, как быстро можно потерять то, что находится в социальных ценностях? Как быстро можно потерять то, что находится в социальных ценностях? Ну, я пока не вижу чата, но я думаю, ответы будут примерно такие. Быстро, за день, за секунду, за год. Ну, в самом деле, быстро. За раз. Все может поменяться в жизни. За один раз. Человека уволили с крутой должности, а у него было много кредитов. Все поменялось. Жена ушла. Ко мне как-то навстречу пришел банкир. Банкир. 18 филиалами управлял. 18 филиалами. Попал в аварию. Все поменялось. Друзья отвернулись. Жена уехала в Америку. А ведь на свадьбе блестяще играли там и так далее. Олигархом был. И пришел ко мне навстречу. Говорит, там сколько-то много-много зарабатывал. Я говорю, что вас не устраивает? И он сразу рассказал, в чем проблема. Оказывается, вот так вот. Все можно быстро поменять. Вот так. А как быстро? А можно ли поменять то, что вправо? У вас можно отнять умение добиваться родных целей? У вас можно отнять влияние? Невозможно. Невозможно отнять влияние. Есть люди, которые из тюрьмы влияют. Есть люди, которых лишили должности, они продолжают влиять. Вклад. Не отнять. Финансовую свободу. Не отнять. Если у вас действительно много активов, если вы еще эмоционально свободны, у вас никто не сможет отнять финансовую свободу, придет другой государственный строй, вы и там будете финансовую свободу в чек. Неважно, в какой стране, совершенно не имеет значения, но ничего не имеет значения. Все внутри вас. И рост. Вот страсть расти, когда это уже привычка, когда это ваша натура вторая, никто это не отнимет. Вот и все. Вот и думайте, на что опирать свою жизнь. Мы поговорили с вами про компас. Постараюсь сейчас быстро рассказать про направление. Два отличия цели от желаний. Цели описаны понятным языком действий. Это запишите себе для обдумывания. И вот действия уже есть. Например, вы хотите стать бриллиантом-директором. Все реально просто. Все реально просто. Вы хотите стать бриллиантом-директором. Чтобы стать бриллиантом-директором, нужно провести одну тысячу встреч в 10-15 партнерских веток. 10-15 партнерских веток, тысяча встреч. Если вы хотите стать бриллиантом-директором за год, вам нужно в день проводить 3 встречи. Что сложного? То есть, есть цель, вы понимаете, зачем она вам нужна, и есть конкретные действия. А, я должен... А что такое встреча? А встреча, это когда хотя бы 3-4 гости, из которых 1-2 регистрируются, делают заказ. А как людей приглашать? Вот так, вот так, вот так, давай попробуем, столько действий, столько... А, да, получается, да. Смотри, у тебя партнеры уже есть, давай их научим, получается, да. Так вот так надо делать каждый день. А, понятно. И действия уже есть. То есть, если вы хотите стать бриллиантом-директором, и вы знаете, что нужно делать, и делаете, тогда это цель. Все остальное к цели не относится. Ничего общего нет. Про смарт. Потом, делайте скриншоты слайдов, если вам нравится. Делайте скриншоты слайдов, запись будет. Ну, так, цели можно по колесу жизни ставить. О целях много что сказано. В цели полагания есть две проблемы. Первая, это то, когда мы ставим цель, которая опирается на социальную ценность. Не на настоящую, а на социальную. Часто люди разочаровываются. Он купил себе автомобиль, потратил на это все здоровье. Влез в долги, и думает, где мою счастье? Ну, сколько я знаю, построила себе дом, вот у женщины там, а-ля пять бутиков по Москве. Крутой предприниматель. Проблемы в личной жизни. Точнее, ее нет. Или я не знаю. Дьявол носит, правда смотрели, да? То есть, нужен баланс, и он возможен. И я даже больше скажу, он необходим. Вы только тогда будете по-настоящему эффективны, когда вы будете гармоничны. Так, так, это уже не успеем. Вот, важно. Запишите очень важную вещь. ДПД, развитие, рутина. Мы говорили с вами, с чего начали, с общего тайм-менеджмента. ДПД, рутина, развитие. Значит, есть важно срочно, важно срочно и так далее. Вот эти четыре вещи. Да, Надежда, не капризничайте. ДПД, развитие, рутина. Все наши действия можно, вот здесь внимание, условно, условно поделить на три категории. Так никто не делает. Это вы ни в одной книге не прочитаете. Это то, что помогает, реально помогает некоторые вещи понять. Вы либо делаете ДПД, либо рутина, либо развитие. Простой пример. Простой пример. Представьте, давайте так, прием пищи, прием пищи, это ДПД, рутина или развитие. Как вы думаете? Ну, под доходом мы воспринимаем не только то, что мы едим. Под доходом мы воспринимаем то, точнее, не только то, что мы зарабатываем деньги, но и то, что доходом являются там, белки, жиры, углеводы и так далее. Принятие приема пищи, принятие приема пищи, это у нас в армии так говорят, до сих пор осталось. Принятие пищи, принятие пищи. Это деятельность, приносящая доход. У любого, у любого ДПД, у любого ДПД есть, своя рутина. Всегда есть сопутствующие задачи. Какие задачи? Какие задачи? Приготовить, постирать, приготовить, постирать. Так что от меня требуется? Приготовить, постирать, посуду помыть, уже путаюсь немножко. Купить продукты. Купить продукты. И есть развитие. Развитие – это посидеть с диетологом, посидеть. Не, не, это не кушать, кушать. Это не развитие. Развитие – это сесть с диетологом, это разобраться с wellness, это поменять свою программу питания, стратегию закупок, стратегию, когда вы кушаете в кафе, когда дома. То есть, смотрите, рутина помогает ДПД, развитие меняет природу ДПД. Таким образом, что ДПД становится больше. Грубо говоря, когда внедрили правильно свою жизнь wellness, отказались от плотного ужина, быстрые углеводы только утром, и то немножко, подошли правильно к насыщенным, полиненасыщенным, жирным кислотам, все это разобрались, вы сделали развитие, и теперь ДПД будет лучше. Грубо говоря, вы за меньшее количество калорий получаете больше питательных веществ и чувствуете себя лучше. Вот вам доход. А непосредственно сходить, купить, помыть и так далее, можно делегировать. Я вам расскажу, как справляться с рутиной. Деятельность, приносящая доход. ДПД, деятельность, приносящая доход. Это основная деятельность. На нее нужно тратить 70% времени. Берем пример отношений. Когда вы делаете постоянно что-то новое в отношениях, это, ну, когда вы там дарите, да не обязательно новое, дарите цветочек, проявляйте внимание к мелочам, искренне извиняйтесь, и всегда первым, проясняйте ожидания. У кого я хорошо это написано? Это деятельность, приносящая доход. Но очень часто отношения падают в рутину. Отношения падают в рутину. И что мы получаем? Ну, она ему готовит, он ей приносит деньги. Ну, вот у них сожительство такое. То есть, уже нету дохода в этих отношениях. Доход – это эмоции. Это вот мужчине хочется убить мамонта. Это ей хочется приготовить самый вкусный в своей жизни пирог. Это вот хочется творить, хочется достигать. Вот это доход от отношений. И когда этого нету, отношения стали рутиной. Значит, что надо сделать? Нужно рутину перевести в развитие. Надо посидеть и осознать, по-моему, у меня проблемы в отношениях. Чего я с этим буду делать? Так, быстро, это мозговой штурм. Я вам сейчас дам 8 конкретных шагов, как привести дела в порядок. И вообще, я чуть-чуть задержу, но давайте так. Кому не интересно, можно отключаться. В принципе, потом, если поздно, дослушайте запись. Скорее всего, не дослушайте, как обычно бывает. Ну, две трети слайдов я прошел, я сейчас ускорюсь, некоторые слайды будут очень-очень быстрыми. Но некоторые фишки там будут очень крутые в конце, поэтому будет интересно, оставайтесь. Вот у меня со счета цельности списания, что я вот некоторые блоки затянул, надеюсь, они были полезны. Итак, быстренько поехали дальше. Примерную разницу, я думаю, вы поняли. Что является ДПД, что рутина, что развитие. Одно и то же действие может быть и там, и там, и там. Смотрите, если вы в Арифлейм пришли зарабатывать 10 тысяч, у вас это легко получается на каталогах, легко получается на каталогах, то это ДПД. Это ДПД вам приносит доход, который вам нужен. Который вам нужен. Но если вы пришли зарабатывать, 150 тысяч или больше, то это уже рутина. То есть сверх баллы, на мой взгляд, опять же, консультируйтесь с наставником. Для вас главный, ваш непосредственный спонсор. Все, что я говорю, это дополнительные опции. Вы не должны это делать в разрез тому, что вы делаете правильно. Рутина, когда вы вместо проведения, когда вы по пути делаете рутину эту, на встречу делаете каталоги, как я. Знаете, когда я раздавал каталоги, делал тысячу личных баллов. Потому что мне нужны были деньги, потому что я снимал квартиру в Москве с 15%. С 15%. С 15%. Мое тело раздавало каталоги. Но я планировал выступление на школе. Я очень плохо выступал, очень стеснялся. У меня был жесткий провал в школе. Я думал, как мне выступить, что сказать. Я визуализировал цели. Я представлял папу, бриллиантовый директор. Мама вышла на уровень директора, папа только на 3%. Но неважно, меня это мотивировало. То есть я решал важные мотивационные задачи. Планировал какие-то вещи. Что я буду сейчас на встрече говорил. Говорит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете? То есть вот что важно, что я понимал, что каталоги рутину, но я сознательно это делал, потому что мне нужны были деньги. Но во время этой рутины, то есть вот 5 способов справиться с рутиной, быстро записан. Первое. Отказаться или сделать потом. Например, вы ходите в фитнес. ДПД это жим лежа, становая тяга на дорожке и так далее. Рутина это переодеться, помыться, купить новые кроссовки, одежду, погладить, постирать и доехать. Рутина преимущественно, это дорога, это рутина. Значит, и вы думаете, что я могу сделать? Например, мне нужны новые кроссовки. Я могу их купить потом. Первое. Отказаться или сделать потом. Ну, в старых похожу пока. Второе. Сделать это быстро. Третье. Делегировать. Например, вы звоните в Лямоду, вам домой привозят 8 пар, вы две выбираете и так далее. Тут вы и делегировали, и сделали быстро. Не надо расхаживать туда, сюда и так далее. Третье. Четвертое. Значит, во время рутины можно делать другую рутину или ДПД развития. Например, дороги можно читать, слушать, раздавать каталоги, можно планировать, не думать, сейчас мне опять откажут, планировать свое выступление, думать о чем-то интересном, важном, развиваться. И пятое. Перевести рутину в развитие. Это сложный способ. Если хотите найти, понять, что это такое, прочитайте 14 главу книги «Главное внимание, главные вещам». 14 глава, «Главное внимание, главные вещам». Стилла на Кове. Вот там круто, там круто дается это. Прямо на высоком уровне. То есть, я даже больше скажу, здесь очень важный момент. Вот это тоже запишите себе, вот большим, вот повесьте куда-нибудь. Все можно улучшить. Любую рутину, абсолютно можно улучшить. Можно улучшить наведение, систему наведения порядка дома, которая вас достала, например, порядок и так далее, и так далее. Можно перевести в развитие. Можно навести порядок в отношениях. И даже как к Кове подошел один мужчина, говорит, вот я разлюбил жену, что мне делать? Говорит, полюбите ее. Ну вот, понимаете, вот больше не люблю, полюбите ее. Ну вот, вы понимаете, вот у химии ушла, любовь ушла. Так полюбите, так начните жертвовать, начните делать подарки, покупать цветы, приводите внимание к мелочам, сопереживайте, сочувствуйте, полюбите ее. Все можно улучшить. Все абсолютно. Здоровье, отношения, тайм-менеджмент, бизнес, рекрутирование, работа с новичками, все можно улучшить. Но если вы найдете время на развитие, а развитие, да, спасибо, Татьяна, отказаться, дело потом, сделать быстро, дивигировать, делать другую рутину, или развитие, перевести рутину в развитие. Вот с пятым пунктом подробно в этой книге. Потом захочется всю книгу прочитать. Поехали дальше. 8 шагов. Записываем, или даже лучше сделайте скриншот. Кто не знает, у кого Windows, да, например, нажимаем кнопку Windows, и зажимая ее, нажимаем Print Screen, и у вас в папочку в изображениях создается новая папочка, и туда, в формате PNG, Print Screen туда ложится. Быстро. И потом, вам сейчас покажу, как с этим работать. Так, первое. Из головы на бумагу. Сбор незамкнутых циклов. У вас их от 100 до 300. У меня было 304 незамкнутых цикла. Это все. Это переживания о прошлом, о будущем, текучка, настоящие дела, сломанные. Зарядка от Nokia, которой, у меня Nokia уже давно нет, зарядка здесь лежит. Эти часы, у которых кончилась батарея. Так, эти ботинки, которые я никак не постирал. И так далее. Вот эти кучи партнеров, списки туда, списки сюда, у этого дня рождения. Сюда нужно подарок. Все это в вашей голове. Пока это в голове. Вот сейчас можете сделать, проэкспертируй, Control, I, Delete, только не перезагружайтесь, и вы увидите, сколько у вас оперативной памяти не свободно. И вы увидите, что если у вас, например, сильная система, а компьютер слабенький, забито там процентов 90. И в голове то же самое. Как вы можете принимать стратегические решения, если вы находитесь в траве, а не на куче? Чтобы работать с рутиной профессионально, нужно рутину из головы вытащить, положить ее на бумагу перед собой или в Google Docs. Я в Google Docs в табличке сделал такой списочек. Я его еще и проанализировал потом. Сортировка. Дальше. Выкидываем лишнее. Справочную информацию организуем. Я рекомендую два инструмента. Evernote и Google Docs таблицы. Табличные списки, списки контактов, списки идей, списки каких-то полезных программ, списки партнеров, списки клиентов, списки, 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 списки. Куча списков. Все делаем в Google таблице. Тексты. Evernote. Дальше. Понравилась статья в интернете. Устанавливайте плагин на браузер. В Evernote все это автоматически. Просто Evernote запишите. Больше 100 миллионов скачиваний только на Android. Все ей пользуются, продвинутые. Насловника нажимаете, и он автоматически вам кладет, вы указываете только в какую папку. Запишите правило двух секунд. Вы должны за две секунды принять решение по любой справочной информации. Вот, например, мы с вами побеседовали, вам пришла хорошая идея о каком-то крутом досуге для своей семьи. Сегодня вы ее реализовывать не будете. Но если вы ее запишите в ежедневник, вы ее потом оттуда не достанете быстро. Вы будете листать ежедневник туда-сюда. А где я ее сюда записала? Ой, здесь у меня еще чей-то телефон. А здесь какие-то деньги. Чьи деньги? Боже мой, а, да, точно забирать за мероприятие. А кто сдал? Боже, я не знаю, кто сдал эти деньги. Ужас, мне нужен бухгалтер. И приходится кого-то нанимать, а денег нет. Вот. Отлично. Значит, справочную информацию нужно организовать таким образом. Две секунды спрятать, две секунды достать. Вы должны быстро понимать, так, когда справочная информация, это к какому списку, это пока еще не действие и не идея. Это просто справочная информация. Ничего нельзя сделать, кроме как обработать. То есть вы берете ее, а, текст на Evernote, а, таблицу. Но не таблица, создали таблицу. И вот эти ссылки на таблицы, почему Google документы, подшиваем к MindMap. Я сейчас покажу, как выглядит MindMap. Подшиваем в форме гиперссылки. Офигенная штука, так никто не делает. Я не знаю, почему, я с одного своего MindMap захожу во все свои таблицы. Во все. У меня там все по ролям, по проектам, во все таблицы захожу. За 2 секунды. Вот любой сейчас мне информацию зададите, я ее быстро за 2 секунды отправлю. И в голове держать не буду. Как, по-моему, Эйнштейн не держал сколько там метров, мили. Говорит, зачем? Это можно найти справочную информацию. Так, дальше поехали. Третье, самое важное. То есть в сортировке третье. Это дела, идеи по проектам. Их будет больше. У меня 240 было, это дела, идеи по проектам. О, огромное количество идей. Как это улучшить, туда позвонить, здесь, здесь. И все, такая путаница. Мы составляем MindMap. Вот так он выглядит, например, для Арифлейм. Вы видите, личность, коммуникатор, организатор, начальник администратора, спонсор, менеджер. Это шесть основных ролей, которые есть у Арифлеймщика. Даже если он их не осознает. По личности, здесь у нас здоровье, интеллект, духовное развитие. По коммуникатору все ваши отношения. По организатору быт, порядок, покупки, туда-сюда. И сюда все это подшивается потом в таблице. Список покупок. Значит, структура там доходов-расходов. Самоорганизация, например, можете подшить. Памятка, что мне нужно при планировании раз в неделю посмотреть. По досугу там. Список мест, где я убираюсь. Идеи по быту там. Что-то в будущем, что-то сделать. Ну, запишите. Зачем в голове держать там. Даже если делать не собираетесь, пускай это где-то будет. Майтбэп потом увеличивается. Сейчас будет сложно, сразу скажу. Будет сложно. У вас будет возможность посмотреть запись. Будет возможность ко мне обратиться, узнать вообще, как, что, куда. Самое главное, я хотел обратить внимание вот на что. Что вы все эти вещи, когда будете раскладывать по карте ментальной, у вас в голове наведется порядок. А, так это же сюда, а это сюда. А, вот здесь, вот здесь. Дальше, глядя на эту карту, когда у вас все сюда подшито. Я свою не покажу, вы упадете. Она слишком большая для вас. Ну, так как я ее делал, мне она хороша, хороша, удобна. Вы смотрите узкие места. Где у меня сейчас узкое место? И вы должны найти, запишите, одно-два узких места в личной сфере. То есть в правой половине майтбэпа. Одно-два в бизнесе. Одно-два в личной сфере. Одно-два, где я этому учился. Восемь лет я, тайм-мэй, жгут учился. Вот. Одно-два в личной, одно-два в этом. В профессиональной. Берете узкие места, узкие места и углубляетесь туда, углубляетесь туда. Устраиваете мозговой штурм по проблеме. Как понять, где самое узкое место, запишите. Очень простая эмоциональная формула. Где вас, что вас больше всего парит. Из-за чего вы больше всего переживаете. Где самый большой стресс у вас. Если, например, у вас три партнера, которые не хотят работать. Значит, узкое место у вас не в спонсоре, а в начальнике отдела кадров. То есть, вы очень плохо приглашаете людей. Вы плохо приглашаете. Поэтому вы вынуждены, вы заложники. Элеонора сегодня об этом говорила. Мы сами ленивые, потом сами от этого страдаем. Заложники своей лени. Узкие места, мозговой штурм по проблеме. Как мне приглашать, что мне сделать, что поменять, какие методы, а кто как приглашает. А с чего начать. И так далее, и так далее. Дальше мы берем первые очередные дела. То есть, расписав мозговой штурм, по этой проблеме Майдмэп будет более конкретный. Из 20, 30, 40 идей по развитию, вы должны выбрать 1, 2, 3, которые можно прямо сейчас засунуть в календарь. Или Таск Менеджер. Я рекомендую использовать календарь плюс Таск Менеджер. Например, Google Календарь плюс Вундерлист. Они синхронизируются. Но это самые такие понятные программы. Есть в Ферраре, но это для спецов, которые уже этим умеют работать. И восьмое. Мы должны так это сделать, чтобы все, что новое у нас приходило, мы это быстро обрабатывали. То есть, к примеру, за день в среднем приходят 20-40 новых незамклых циклов. Вы кому-то должны позвонить, у вас родилась идея, что-то вы вспомнили. Тут же записываем все, либо на листочке бумажки, либо в папку входящей Таск Менеджера. Папка входящей Таск Менеджера. На записи все это будет. Вечером пришли или с утра следующего дня. И все это распихали. Справочную информацию к справочной информации. Дела к проектам. И дальше вы смотрите еще раз на проект. Что-то поменялось? Да, поменялось. Это стало важнее. Ага, значит, вот этот наш график. Меняю план. У вас появляется гибкость. Смотрите, самое важное, что у вас происходит. Спасибо. То, что сейчас, смотрите, что происходит. В чем проблема большинства людей. Я помню, общался с одним парнем, владелец бизнеса, говорит, у меня крутая программа МЛО, My Life Organized. Даже не пробуйте. Сразу говорю, если вы не пользуетесь Тудуистом, Вандерлистом, Вандерлистом или еще чем-то, МЛО даже не пробуйте. Это турбо-самолет, на котором еще надо научиться пользоваться. Так вот, смотри-ка, программа. Вот я захожу в торговый центр. Она мне напоминает, что нужно купить это, это, это. Она за меня думает. Я говорю, окей. Я говорю, давай открываем задачи. 60 просрочных задач. 60 просрочных задач. Я говорю, и зачем тебе этот Феррари? Инструменты вас не спасут. Инструменты вас не спасут. Да, можно добавиться ко мне в социальные сети, Станислав Скорцов. Инструменты вас не спасут. И здесь проблема в чем? В том, что очень часто в календаре мы заносим дела. Вот они пришли к нам, мы тут же записали. Пришли, записали. Мы нагружаем день таким образом, что у нас дел слишком много. И уже в этом списке дел мы не можем расставлять приоритеты и реагируем на срочность, а не на важность. Я вам предлагаю вычистить свой календарь под ноль. Все в один список. Сортируем мусор, выкидываем справочную информацию, организуем удобно. Дела подшиваем к разным направлениям, роли, направления проекта под проекты. Создаем эту карту. Выбираем самые узкие места. Одно-два в личной жизни, одно-два в профессиональной жизни, чтобы был баланс. Устраиваем мозговой штурм по этому узкому месту, по этой программе. Выписываем из идей первоочередные. И их заряжаем в календарь. Вот тогда можно сказать, что вы делаете важное. И делаем так, чтобы все, что новое приходило, тоже не сразу, за редким исключением, не сразу попадало в календарь. А проходило через эти круги нашей системы самоорганизации. Мы подшивали проект, еще раз оценивали проект. Поменялась? Не, не поменялась. Хорошая идея. Ну, сегодня неактуальна. И вы ее не делаете, но ее не надо держать в голове. Ваш мозг свободен. Оперативная память готова работать над творческими задачами. Готова работать. Вам не нужно париться. У вас все, вот здесь, эти, в табличках, это вывернуть. Вы знаете, где найти. У вас все организовано. Все организовано. Проекты перед вами. Вы знаете, вы можете стратегически принимать решения. Вот так вот. Хорошо. Поехали дальше. Последний блок на сегодня. Последний блок. По Reflame. Давайте, очень важно. Сразу скажу, готовый ответ. Смотрите. Начальник отдела, спонсор и менеджер. Когда я спрашивал у менеджеров, директоров, по-моему, тестил первый раз эту концепцию, большинство людей не попало в главную роль. А главная роль – это спонсор. А главное действие спонсора – это встречи. Неважно, как вы работаете. Вы в интернете, вживую, вы должны новым людям рассказывать об этом бизнесе. Это самое главное. Причем эти люди должны быть в глубине, а не в первом уровне. То есть, вот из этих 20 действий самое главное, самое главное – это встречи, которые вы проводите для своих партнеров. Под вашими партнерами должны появляться люди. Лучше, если это их работа. Но некоторые работают там в глубину, там искусственно строят. И это тоже работает. И это тоже работает. Но лучше, когда человек сам. Мне можно в глубину закапывать. Встреча в глубину – действие номер один. Мотивационная встреча или успешный старт, благодаря которой появляются люди в глубине, гости на встречах – номер два. Встреча в первую линию – номер три. И рекрутирование – номер четыре. Вот я так воспринимаю приоритетность задач лидера «Рифлей». Встреча в глубину. Секрету большого успеха Владимира Полежаевна. Встреча в один, встреча в четыре, встреча в восемнадцать, встреча в один, встреча в четыре, встреча в восемнадцать. У него была ВВО плюс мотивация, плюс школа и так далее. И он только эти встречи проводил по факту, и бизнес огромный. Вот вам и все. И он не ходил с каталогами, и не обзванивал структуру. Я понимаю, что сейчас немножко неправильно, наверное, говорю. Ну, ты, смотрите, восемь баллов не хватает, до ста пятидесяти ты там подарки получишь. Надо так мощно работать, чтобы не было на это время. Хорошо. Поехали дальше. Последнее. 200 тысяч быстро. АЕ-анализ. Мы сделаем сейчас быстрый, пятиминутный АЕ-анализ вашего бизнеса. Ваш бизнес может находиться в одном из следующих состояния. Состояние А. Это вы делаете вид, что вы работаете. Состояние Б. Так, вот состояние Б. Это вы приняли решение. Самое кратковсрочное состояние. В состоянии А находится 98% консультантов по рефлей. В состоянии Б можете находиться вы сейчас, если вы примете решение сейчас работать нормально. Наконец. Состояние С. У вас есть два партнера. Когда у вас два партнера, никто не растет. Ну, хотя может кто-то растет. 0,1. Они залезли вам на шею, ноги бантиком завязали. Так как они знают, что у вас больше никого нет. Они начинают вами манипулировать. Состояние Д. У вас 5-6 партнеров. 2-3 минимум растут. 2-3 минимум растут. Те, кто не растут, уже вас не обвиняют. Те, кто не растут, уже вас не обвиняют. Вы большую часть времени с теми, кто работает. Эти периодически, теперь и эти работают. Состояние Е. В котором у вас бизнес турбо растет. Это 5-6 партнеров. И у вас на скамейке запасных еще человек 10-15. Это крутая штука. Представьте, представьте, футбольный матч. Мяч бежит известный футболист. Мячик катится к бровке. Он знает, что не успеет. Он все равно побежит. Потому что на его спине взгляд тренера. Если он не побежит раз, два, три, тренеру сделают замену. Какой бы он крутой ни был, его поменяют. У вас должно быть 5-6 активных партнеров. Можно 7, кстати, работать. Но должны быть люди на скамейке запасных. Вы должны всегда иметь право сделать замену. Иначе вы становитесь в рабскую зависимость своих партнеров. Вы теряете эффективность наставника. И они начинают наглеть. Это естественный процесс. Поэтому задание. Напишите, как выглядит мой партнер. Какой он? Бритый, небритый мужчина. Сколько ему лет? Социальный статус. Чем он занимается? Какие у него интересы? Пунктуальные, целеостремленные. Что у вас важно? Второе. Запишите, как он действует. Запишите, как он действует. Запишите, как он действует. Там 150 баллов первая неделя. 5 гостей в неделю, 10 гостей, 20 гостей в неделю. Там посещаются мероприятия и так далее. Не действует. Сами выполняйте сначала. Это с темпрок, кстати. Вы выполняете. Те, кто выполняет, их ставите на сцену, показываете, приветствуете. Остальные к этому подтягиваются. Ну и вот вам доход. Тут у меня слайды чуть-чуть срезались. 156 тысяч за каталог. Это больше 200 тысяч в месяц. Вы бриллиантовые, под вами 6 золотых. Все, что нужно сделать. Если, смотрите, начальник отдела кадров подчиняется спонсору. Спонсор говорит, слушай, я готов работать с людьми. Я готов спонсировать, обучать, планерки с ними проводить, встречи для них проводить. Но те, кто сегодня есть, они никакие. Ну-ка давай быстро найди. И вы фокусируете свою профессиональную деятельность на поиск новых людей. Не рекрутировать ради процесса, а рекрутировать с ожиданием найти человека. Вот я сегодня начал рекрутировать. Завтра у меня человек на встрече. Послезавтра у него успешный старт. Послезавтра он пригласил своих первых людей. Пошла глубина. Вау, под ним еще люди. И я пошел. 2-3 недели, уже 5-10 уровней. Я, конечно, лидеризирую, но есть люди, которые так работают. И у них директора вырастают за месяц, два-три. Так, все, какие вопросы? Мы с вами хорошо посидели. Прошу прощения. Вот я тут тренер, да, по тайм-менеджменту. Чуть-чуть заболтался. Ноги бантиком. Ну да, конечно. Так. Хорошо. Какие есть информации? Я пытался... Знаете, иногда я даю слишком сложно. Я согласен с этим. Просто хочется много дать, наверное. Вот. Те, кому нужно, разберутся. Так. Какой-то мозг. Хорошо. Мозг имеется. Все. Хорошо. Сейчас еще 2-3 секунды. Что? Вопросы? Вопросов нету. Отличный мастер-класс. Спасибо. Так. Что еще хотелось сказать? Что еще хотелось сказать? Все, наверное, Александр, перехватывай. Спасибо большое. Станислав, спасибо большое. Станислав. Спасибо большое. Спасибо большое. Вебинар, выступление. То есть явно видно огромный багаж знаний, которым хочется поделиться. И мне кажется, есть смысл просто иногда какие-нибудь семинары, вебинары посещать Станислава. Он открыт к тому, чтобы давать информацию. Возможно, в будущем мы еще будем приглашать его на наши форумы. Поэтому сейчас я предлагаю быстренько завершить своими словами благодарности за выступление Станиславу Скворцову. Вы слушали эксперта по утрам.